Процесс на сегодня сложный в части возвращения гражданских пленных. Есть формула, которую мы использовали, когда я лично занималась договоренностями и переговорами касательно обмена. Ее можно использовать. Она предусматривает, что не может быть никаких обменов комбатант на комбатанта без гражданских. Гражданские должны быть вне каких-либо договоренностей. И предпосылкой переговоров о военных должно быть количество гражданских, которых Россия отпустит в Украину. Если этого не удастся достигнуть, тогда мы должны будем признать, что гражданским придется там сидеть, я не знаю сколько, еще 5-10 лет. Потому что даже несмотря на то, что мы знаем их фамилии или знаем, где они находятся, это никак не влияет на процесс их освобождения. Была договоренность в Турции, как вы помните, касательно того, что будет формула, по которой гражданских будут передавать Украине. Если такая формула не срабатывает, то мы должны об этом честно сказать. И до тех пор не проводить обмены комбатантов, пока не будет эта формула применена. Возможно, это должна быть формула 1 к 3. Тогда, например, 30% это гражданские. Это женщины, которые сегодня там есть, мужчины, которым больше 70 лет. Там находятся люди пожилого возраста, которые уже пережили инсульт и имеют онкозаболевание. Но мы на сегодня не имеем возможности так, по крайней мере честно сказать, когда будет их возвращение. И это должны делать и Красный Крест, и ООН, и все наши международные платформы и площадки. Следует искренне и честно сказать, гражданские должны возвращаться при каждом обмене военнопленными. Только такая формула сработает. Иначе мы не будем видеть наших гражданских вообще. К сожалению, другие страны не могут помочь, потому что на самом деле нет пока понимания, как это сделать. Они хотят помочь. Когда с восстановлением все понятно, мы ищем проекты, ищем возможности, инструменты финансовые, политические, административные, подписываем меморандум. Это разговор цивилизованных сторон, цивилизованных партнеров. Россия не является цивилизованным государством. Она не является партнером. Это противник всего цивилизованного и демократии. Поэтому садиться и договариваться, я имею в виду так, как мы это делаем с нашими партнерами из Европейского Союза, из других государств цивилизованного мира, невозможно. Единственное, что может быть, это действительно давление, санкционное и другое. Все виды обструкции, которые только возможны, должны быть применены к России за уничтожение гражданских, за депортацию взрослого и детского населения Украины и за незаконное удерживание наших гражданских в плену. Продолжение следует...